Доброе утро! Скажите мне честно, вы хотите преуспеть? Да или нет? Хотите быть свободным, богатым, успешным человеком? Да или нет? Есть такая цель у вас? Громко скажите себе, да, я хочу быть успешным, да, я хочу разбогатеть, да, я хочу быть свободным человеком, да, 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 я хочу. Если у вас есть такая цель, значит надо искать пути ее достижения и двигаться только по тем путям, которые ведут к этой цели. И нельзя путать эти пути, нельзя уходить на другую дорогу, потому что другая дорога ведет к другой цели, а еще дорога ведет к следующей цели, а еще дорога ведет к следующей цели, и таких дорог множество. Или ты хочешь преуспеть, быть свободным, независимым человеком, иметь много денег и много свободного времени. Да или нет? Да. Значит к этому есть дорога. Чуть-чуть отклонился и дорога приведет тебя уже к другой цели. Что я имею в виду, что я хочу сказать? За 16 с лишним лет работы в сетевой индустрии я много раз пребывал в борениях, не осознавая своей цели по-настоящему, не держая ее все время перед собой, я сбивался на разные дороги. Ну например, у меня не получалось строить бизнес, и я думал, что главная причина, почему люди не подписываются, состоит в том, что они думают, что это сетевой маркетинг. Вот если бы это был другой бизнес, если бы он был похож на обычный бизнес, вот если бы это было красиво, не вот эта вот беготня, не вот эта вот фигня, которой я занимаюсь, и, наверное, люди поэтому не хотят. Вот как я думал. Я очень плохо думал о сетевом бизнесе. И я хотел быть похож на традиционного бизнесмена. Я ходил в пиджаке и в галстуке. Я снимал офис, было такое в моей жизни, сознаюсь. Я давал объявления в газету о наеме на работу, и сидел как кадровик и принимал их в офисе, этих людей. Я был вынужден многие годы бегать в назначенное время для встреч с людьми, и там сидеть, как будто я бухгалтер на работе. Было. И это не приводило меня к успеху. Я зря стеснялся своей индустрии. Оказалось, что у меня нет успеха, потому что я не занимаюсь сетевым бизнесом в настоящем. А сегодня у меня пришло, наконец, понимание, как это устроено. Сетевой бизнес – это величайшая возможность в истории человечества. Это правда. И возможности это состоит в том, что любой, повторяю, любой человек, любой, 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 любой человек, сидя дома в тапочках, в майке, может построить многомиллионное состояние. Спросите людей, ты хочешь быть успешным, ты хочешь быть богатым и свободным и процветающим? Абсолютное большинство скажет, да, хочу, потому что мало найдется людей, которые скажут, нет, ни в коем случае, я хочу быть в полном дерьме, в долгах и в нищете. Нет, конечно, все скажут, а я тебе делаю предложение достичь своей цели, сидя дома за компьютером в трусах. И человек скажет, это интересно, потому что большинство людей не хочет ходить на работу, не хочет никакого официоза. Большинство людей, хотя есть такие ребята, которые хотят, хотят, и сегодня, я сейчас понимаю, и они имеют на это право, они хотят, чтобы их бизнес выглядел как настоящий, как крутой, чтобы все атрибуты бизнеса присутствовали, офисная, мебель, ксероксис, секретарша, машина, прием, часы, расписание, чтобы график работает с утра до ночи, ты крутился. Я говорю, пожалуйста, в добрый путь. Я лично это уже проходил. И я от этого отказался. По какой причине? Потому что большинство людей хочет разбогатеть, но не хочет вкладывать деньги в офис. У них просто нет. Большинство людей хочет разбогатеть, но не собирается всю жизнь провести на работе в галстуке. Большинство людей хочет разбогатеть и хочет сидеть при этом дома за компьютером в трусах и разговаривать с людьми, которые им нравятся. А раз большинство так хочет, раз моя целевая аудитория большинство, то шансов преуспеть в этом бизнесе гораздо больше, когда ты ориентируешься на большее количество людей. И удовлетворение приносишь тем людям, которых больше. Группа моя, из которой я черпаю себе кандидатов, гораздо больше, чем те, которые хотят выглядеть престижно. Но эта внешняя престижность, эти внешние атрибуты твоей крутизны бизнесменской, они отпугивают большинство людей, отталкивают. Потому что у большинства нет денег, раз, нет опыта, нет такого количества амбиций, нет вообще желания ходить на работу, а тем более в качестве начальника. Поэтому это не дублицированно, невоспроизводимо, это не повторяется. И я жертвую всем во имя своей цели. Моя цель, как ваша, преуспеть, разбогатеть, быть свободным, вести свой бизнес с любой точки земного шара, в трусах, в плавках, дома, в гостинице, в машине, в придорожном ресторане, где угодно. Быть свободным, вот моя цель. И поэтому ради своей цели я готов пожертвовать всем, даже престижным видом, даже важностью и значимостью своей. Я готов тихо сидеть дома и получать свой бэд офис каждую секунду денег. Тихо, спокойно идти снимать их с карты и ехать туда, куда я хочу. И не кичиться, и не хвастаться, и не демонстрировать всем, какой я занятый, какой я крутой, какой у меня стол для совещаний, сколько у меня подчиненных. И как здорово я смотрюсь на фоне портрета президента, сидя в кожаном фресле. Я пережил эту детскую болезнь и теперь понимаю, что вся прелесть сетевого бизнеса состоит в том, чтобы помочь большому количеству людей стать богатыми, успешными и свободными. А абсолютное, подавляющее большинству людей, это простые, обыкновенные люди, которые сидят дома в халатах, в тапочках, в майках и в трусах, не хотят никуда идти, а хотят сидеть дома, и чтобы им в бэд офис заходили деньги, чтобы они могли быть свободными и в любой момент воспользоваться преимуществами своей свободы. Я желаю вам удачи. До свидания.